Драчу и сегодня столица протягивает святкование Дня Незалежности, народное гуляние ладить во всех районах Минска. Головное державное святое означает и за городом. На Минске море у этой хвилины проходит Кубок Столицы по парусным спорте. Где протягивается святое, высветляла Юлия Токар. 14-годовый Алексей Ляучук. Водный спорт пришел 7 годов тому. Сначала хлопчик займался плаванием, а уже праздлета отдал первого парусному спорту. Признается, что Дзя Куча тренировкам, а кроме физичной подрыхтовки, развил терпение и вытрунку. До речи, как претендовать на Кубок Столицы по парусным спорте, Алексею приходится проводить на воде по 4 годину в день. Подрыхтовцы так само надается особливая увага. Яхтмен переодевается и готовится сбрасывать свою яхту на воду. Сейчас я вам все покажу. 35 килограмм, не более. Потому что если она будет весить больше, тебя могут просто дисквалифицировать или не допустить к соревнованиям. То же самое и с парусом. Парус должен быть определенной формы. Кубок Столицы по парусным спорте в 15-й раз промеркованы до Дня Незалежности Краины. Уделу с поборностью принимают юниоры. Затамаль сотни детей, поздно выступая у полной категории. У нас несколько классов и каждый класс стартует отдельно. Своя возрастная категория и своя парусность яхты. Правила, по которым проводятся соревнования, это международные правила парусного спорта. Ребенок не может соревноваться просто ради того, чтобы соревноваться. Ему нужно всегда соревноваться за что-то. Мы любим вопреки, а соревнуемся для чего-то. Немаловажный фактор – это, скажем так, призы, медали, дипломы, которые мы можем вручить по окончании соревнований нашим ребятам, спортсменам. Сегодня с поборностью учуются одинковые экипажи. Это 63 лодки с самыми юными удельниками. Их задача – пройти дистанцию на воде по ветру, супрайт и у лавировку. Так само придется агинать буй левым бортом. И когда учера дистанция складала амаль в километр, сегодня она может быть поменьшена за отсутность ветра. Выники гонки подведут завтра. А по куль за городом, головному державному дню присветили парусное першинство, у центра столицы ладятся святочные мероприемства. Плясоколя ратуши перетворылась в историческую реконструкцию. Зводная рота трех белорусских фронтов построилась в один шаренгу. И разом узгадывают подеи 44-го. Эти выходные, как неудивительно, даже наоборот, очень хорошо, что как раз-таки просто всех погружают в одну и ту же атмосферу. Все знают, что празднуется, все знают, как это было. Все эту историю прекрасно помнят. И мы безумно рады, что вот именно этот аспект нашей военной истории белорусской, он, оказывается, у всех находит очень теплый отклик. День незалежности протягивают светковати на головной сцене для палацца спорта. Народные гуляемы, кермаши, концерты ладятся и во усих районах Минска. Праздник шикарный, погода хорошая. Спасибо всем, кто устроил погоду. Люди еще подойдут сегодня, я уверен. После вчерашнего отсыпаются. Праздник это всегда лучше, чем работать. А оркестр это всегда лучше, чем сольные выступления. Тем не менее, с праздником Беларусь один и всю Беларусь в целом. Юлия Токар, Денис Соколовский, агентство Мтелиновин.